Аллах Суханадзе сказал в Коране Афала я тадаббару на Кур'ан Ам аля кулубин Акфалуха Потому что люди не размышляют над Кур'аном Или на их сердцах замки Аля кулубин Акфалуха Также Аллах Суханадзе написал в Коране И сказал, что это напоминание для кого? Для того, у кого есть сердце Инна фи дали каля фикра Лиман калаламу каллю В нем есть напоминание в Коране для кого? У кого есть сердце Аллах Суханадзе говорит Что это Кур'ан в сердцах Между вами из вас, Машаллах, чести Кур'ана В Дагестане много шейхов, много ученых Много часов Кур'ана В ваших сердцах Кур'ан находится не здесь Не в разуме, а в сердцах Аллах Суханадзе говорит Бальнуху алятум байнат Фи судурил ладзинам Фи судур Суханадзе Разнесла есть знамены в сердцах В груди, обладатели знаний Не в разуме, а в груди И Аллах Суханадзе послал Кур'ан На сердце На сердце самого наилучшего из людей Пророк Мухаммад Салаллаху алейху алейху ассалям Сказал Мухаммад Для чего? Не такуна Минанн-дири Дабы ты был и чеслава бешевателем Билисанин араби им-уби На черком ясном арабском языке Субханану ва та'али Здесь Аллах Суханадзе избрал С Пу'аном все барокатное Избрал самого лучшего Потом я сказал, что Кур'ан от него От Аллаха, от Господа миров Потом Субханану ва та'али Сказал, что он выбрал самого лучшего из ангелов Для этого миссии На самом лучшем сердце, на сердце Мухаммада, и на самом прекрасном языке, языке Абеда-Джава, Иерусалим, Арабим, Умин. Аллах, Субхану Ва Та'ля, описывает ирабов, описывает бедуинов в Худжураде, сказал, «Талят ирабу аманнна, кул лам туэмину, в лакин кулу асламна». Сказали бедуины, мы уверены, мы прилили иман. Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал, кул лак юмину, скажи, вы не уверены, в лакин кулу асламна. Расскажите, только покорились. А вот когда религия иман проникнет в ваши сердца, когда вы сможете сказать, что вы уверены. Аллах, Субхану Ва Та'ля, разум на плечо дал Атм только в этой дуне. В этой дуне зачем, чтобы отличить истину от лжи, халал от харама, а там уже сердце само за себя будет говорить. И так как у него был иман, его вера в Аллаху, Субхану Ва Та'ля, в Куран, понимали это все, он хорошо сдал, но на языке и на разуме, не было в сердце. Поэтому если в сердце проникнет, иман, вот тогда можно сказать, что уверен, этот человек сам сможет ответить в судный день на эти вопросы. Сегодня мы едем в Мечательный Харам, когда ездим, большинство из них были на Умрина, в Рамадане, когда читает имам этот арабле, международного уровня читает Уран, но и то ошибается бывает. Бывает ошибается, то есть по несколько разделов повторения, за этим имам подсказывает и так далее, а стихотворение, которое в первом классе выучил, от зубок знает не может ошибиться. Почему так? Потому что хороок в сердцах. И вот когда только наше сердце чуть-чуть череняет от того или иного греха, от малого, спутно для Аллаху, спутно для Аллаху, дошло, и так далее, а человек у любви на дамаха, у каждого человека есть ошибки, у хапаир, у хапаир, у ла 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 ла, и каждый лучший из тех, которые ошибаются, это прозит тэлга, вот тогда он начинает черенеть у человека сердце, и постепенно начинает забывать жану. Поэтому, когда человек, уважаемые братья, когда человек делает грехи, он забывает Куран, его сердце болеет. Когда человек грешит, его сердце начинает болеть. И у него поступки не будут уже баракатны. Как, знаете, нам шафи, рахмаллах, когда увидел оголенную пятку у женщины, и сразу же отвернулся, и потом у него память стала хуже. И пожаловался своему уставу в вакеа, шакаву тиву ла вакеа, сиу аль хиздата, усани битаркин на аси, и факала, наимну, унуву Аллахи на юмалин аси, и я пожаловался своему уставу в вакеа, то, что моя память стала слабой, слабела. А усани отдал на него свет, оставил грехи. И сказал, что знание – это свет, свет и свет Аллаха не дается грешнику. Поэтому, я бы, мой призыв, самому себе и всем нам, братьям, еще раз, дабы наши сердца, беречь наши сердца. На сегодняшний день очень много фитнес. На сегодняшний день очень много той иной фитнес. У меня сердце болит, когда я вижу, в Москве наши братья принимают наркотики. Когда они принимают там алкоголь, даже в Рамаладе видишь, там после второго века выходишь, чтобы там купить что-то в магазин, сможешь братья наши пиво покупают с Харалой. Там увидишь, кто здесь этот наркоман уставал, кто-то это с Харалой. Вот от этого, лечить вот эти болезни, мы не сможем с вами, братья мои, пока не вылечим наши сердца. А если в наших сердцах будет и нам, наши сердца с вами будут здоровыми, здоровыми, то не будет в этом сердце места для грехов, для того, чтобы ослужиться Аллаху Субхану. Почему? Потому что любовь к Аллаху будет больше. Это как сосуды наших сердца. Он чем-то должен заполниться. Или любовью по отношению к Аллаху Субхану, или к чем-то другим. Поэтому приходил к шейху Салиху Аль-Мухаммеде, наш шейх, имам в Медине, вы знаете, ученый, как раз он является вдвоем брата, нашего брата, шейха Абаруана. Пришел к нему один парень, который говорит, Субхану Аллаху, у меня в сердце, я полюбил грех. Я не знаю, как оставить грех, Субхану Аллаху. Я Субхану Аллаху был всегда намазом, я читал намазом, я всегда вместе с Джаматом, когда мы ездили, выезжали в Ахану, на Аллаху, из Медины, у меня как-то сейчас я полюбил грех. Вот самое страшное, что человек может согрешить, совершить грех, потом тягу Аллаху просто, Ахану Аллах, это нормально. Но если он постоянно, постоянно грешит, вот самое страшное, что он может полюбить грех. Ахану Аллах нас с вами освободил от любви по отношению к греху. Большими к маленьким, Ахану Аллах. Но однако, Субхану Аллах, если человек постоянно согрешает, то он начинает любить. Вот это самое страшное. Я не знаю, как освободиться, я дуа прошу, я не знаю, что делать, как освободить свое сердце От любви по отношению к греху. Он дал мне вася, делает дуа. Придержит трех дней в тахакиде. Всегда я делал. Я заново начал любить Аллаха. Так, как говорил раньше. Аллах, наполни мое сердце любовью по отношению к Тебе. Стеснением Тебя и стремлением к Тебе, чтобы я всегда удовольствовался Тобой и к Тебе стремился к поклонениям. От всего сердца проси. Аллах очистит от всех этих болезней и заполнит наши сердца иманом и любви по отношению к Тебе.